Привет, народ! Скажите, вы видели когда-нибудь лунатиков? Нет, я не о тех лунатиках, что живут на Луне, а о тех, что живут с вами, о людях, которые разговаривают во сне. Мне вот посчастливилось жить с таким лунатиком. И да, вы все правильно поняли, это Пигги. Во сне она творит много странной и необъяснимой фигни. Как-то ночью она начала кричать. Ты суешь мне в пупок пельмени! Пигги, что такое, что случилось? Я становлюсь колбасой! Потом развернулась и уснула. Что она хотела этим сказать, до сих пор не зная. Но ржу всякий раз, когда вспоминаю об этом случае. Хотя она сама ничего и не помнит. Не было такого. Или вот еще случай. Как-то она начала орать, что не чувствует свою руку. О боже, я не чувствую свою руку! Пигги, ты трогаешь не руку, а подушку. А, у меня нет руки! Куда ты дел мою руку? Я показал ей, что ее рука под подушкой. Она успокоилась и начала храпеть. А разве никто из вас не терял свою руку во сне? Нет, Пигги. Думаю, что никто. А история о том, как ты сожрала все сладости и говорила, что тебя обокрали. Не было такого. Ага, как же не было. Проснулась среди ночи, полезла в шкаф. Зачем, не знает. Потом вывалилась оттуда с мешком сладостей. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Села среди комнаты и тупо сидела и ела. Я бы даже сказал, жрала. Так я что, вправду лунатик? Ну, конечно. А о том, как ты не нашла туалет и пошла... А вот об этом лучше не надо. Я Степана отмыть не мог. Два дня вонял. Я же говорила, не надо. Подумаешь, заблудилась. Ага, и зашла в шкаф вместо туалета. Я не виновата, что там Степка сидел. Кстати, а что он там делал? Тоже еще один лунатик. Он думал, что он электрички в деревню едет. А шкаф это вагон. Вот же балда, шкаф это туалет. Ой. Я тебе дам ой. Заканчивайте со своим лунатизмом. А то непонятно, куда он вас заведет. Народ, а вы лунатики? Напишите прикольную историю о том, как вы или ваши знакомые были лунатиками. Всем хорошего настроения. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этой серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok